МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет спортсменам и болельщикам! Надеюсь, ваша спортивная неделя была насыщенной. Если же вы пропустили то или иное состязание, не знаете, какой счет был в матче любимой команды, вам сюда. Это программа «Дополнительное время» еженедельный дайджест спортивных событий закрытого города. Готовы? Тогда на старт! Внимание! Смарт! 13 марта в Тюмени стартовал финал девятой зимней спартакиады учащихся России. Единственным представителем Нижегородской области на этих соревнованиях стал воспитанник Саровской школы Олимпийского резерва «Атом» Александр Турнов. В первый соревновательный день наш спортсмен стал победителем лыжной гонки классическим стилем на 10 километров с результатом 26-54. Всего на старт вышли 88 лыжников. Выиграв гонку, Александр выполнил норматив мастера спорта России. Тренируется лыжник у заслуженного тренера Российской Федерации Елен Седовой. Тренерский штаб сборной России опубликовал состав национальной команды на заключительный в сезоне этап Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет в канадском Квебике с 22 по 24 марта. В число девяти спортсменов пошла воспитанница Саровской Шор «Атом» Анастасия Седова. Саровчанка занимает десятую строчку в общем зачете розыгрыша Кубка мира. 17 марта на базе отдых из Умрудной в Городецком районе стартовал финал Приволжского федерального округа школьной баскетбольной лиги КС «Баскет». Честь Нижегородской области среди юношей защищает чемпион регионального турнира команда «Атом» из Саровской школы номер 12. Их соперниками по группе стали баскетболисты Саранска и Глазова. Утром 18 марта саровчане одолели Глазовскую команду со счетом 67-43. Поединок против команды из Саранска закончился со счетом 65-42. Правда, в матче с командой из Республики Мариэл такой номер уже не прошел. Баскетболисты из Йош-Каролы не оставили нашим парням никаких шансов. Счет в матче 103-54 в пользу ШБК «Орешки». 21 марта разыграли награды чемпионата ПФО школьной баскетбольной лиги КС «Баскет». «Атом» из школы 12 сразился в матче за третье место с командой «Чемпионс» из Саранска. Уже к концу первого игрового отрезка саровчане лидировали с разницей в 6 очков 19-13. Далее вся игра шла в одну калитку и завершилась с результатом 105-65. Победу хозяевам из Нижегородской области обеспечили Валерий Щеголейкин, Иван Алиханов и Александр Гайдыш. В Сарой стартовали два открытых личных первенстарфиад вне среди мужчин и среди женщин по классическим шахматам. В настоящее время за чемпионские титулы сражаются 16 мужчин и 8 женщин. Соревнования проходят по швейцарской системе, а это значит, что любой желающий может стать участником первенства на любом этапе. Шахматные баталии проходят по четвергам и вторникам в вечернее время в Центре культуры Досуговниев. Как сообщает официальный сайт спортивной школы «Кар» с 12 по 15 марта в Дзержинске прошло первенство Нижегородской области по плаванию. Назывался оно «Веселый дельфин». Анна Гринина, воспитанница старшего тренера-преподавателя Дюши «Кар» Виктория Шалыгиной на дистанции 100 метров брасом завоевала бронзу. Прошли последние соревнования этого сезона по горнолыжному спорту. Второй этап Кубка Нижегородской области в дисциплине «Слалом Гигант» прошел 16 марта на горнолыжном комплексе «Хабарская». Сорев представляли 9 юных лыжников под руководством Ларисы Караваевой. В итоге 5 призовых мест. В возрастной группе 2012 год и младше Мария Антипова и Тимофей Ветцель оказались самыми быстрыми. Лев Белин завоевал серебро, а Кирилл Буренин – бронзом. В возрастной категории 2011-2009 первым пришел Олег Шабанов. Юные автомоделисты из Дворца детского творчества приняли участие в областных соревнованиях «Автотрек». В итоге Леонид Мармышев занял третье место в областных соревнованиях копии моделей с электроприводом в классе L4. А Георгий Сантин отмечен грамотой за активное участие в соревнованиях моделей с резиновым двигателем в классе RM2. В выходные прошел очередной матч ХК «Саров Инвест». На своем льду наши ребята принимали хоккеистов из Таншаева. Матч получился очень ярким и динамичным. Подробности у Ирины Вышегородцевой. Игроки хоккейного клуба «Саров Инвест» распечатали ворота таншаевских спортсменов уже на первых минутах матча. Во втором периоде хозяева льда подтвердили свое преимущество и забили еще один гол. К концу второго игрового отрезка соперник смог отыграться. Отправив в наши ворота сразу две шайбы. На перерыв команды отправились с равным счетом 2-2. Как всегда, наша проблема – это первые периоды. Мы всегда их выиграли, наверное, раз или два в сезоне всего. Самое тяжелое для нас, наверное, начинать. Не знаю, почему уже с дороги, может реально. Ну, мне кажется, дорога сказывается. Хочу сказать, что хороший соперник был. Все две игры, регулярки две игры. Все на хорошем уровне. В начале третьего периода наши спортсмены отправили в ворота соперника еще одну шайбу, но пропустили в свои сразу два гола. В надежде спасти матч сравчане сняли вратаря. Этим воспользовались соперники и загнали шайбу в пустые ворота. Игра закончилась со счетом 3-6. Там хорошие, опытные ребята, молодые причем. Хорошо шайбу держат. Но они хорошо ее контролируют, могут, а вести ход игры. Нужно было выждать моменты на контратаках, что, в принципе, два периода получалось. В третьем сами сломали игру себе. В первом матче полуфинальной серии Саров Инвест уступил Таншаевскому старту в овертайме. Отыграться нашим спортсменам не удалось. Теперь саровчанам предстоит сразиться за третье место с Дзержинским ураном. Первый матч Саров Инвест проведет на выезде 23 марта. Начало встречи в 13.00. В Сарове завершили спортивные старты для семей мам, пап и я. За ходом соревнований наблюдала наша съемочная группа. Обязательная разминка перед началом соревнований из считанной минуты до самого волнительного момента. Главный судья дает свисток. А это значит, что заключительный этап городских соревнований папа, мама, я, спортивная семья можно считать открытым. Команды, которым предстоит защищать честь своего детского сада, прошли непростой путь до финала. Сначала, конечно, в своих садах проводятся соревнования, выбирается лучшая семейная команда, и они выходят в полуфиналы, которые проводятся в городских школах наших, в спортивных залах. За прохождением этапов эстафеты пристально наблюдают судьи с секундомерами. После каждого конкурса командное время заносится в специальную таблицу. У организаторов нет права на ошибку. Судьбу призовых мест могут решить доли секунды. Поэтому к участию в эстафетах спортсмены относятся ответственно, начиная с этапа тренировок. Отрабатывали те моменты, которые у нас не получались. Потому что первый раз, когда мы пришли на отборочные соревнования, у нас было очень все нехорошо. И, соответственно, мы решили немножко подтянуть. Семья Санкиных из 19-го детского сада поставила перед собой цель – учесть все ошибки и добиться самых высоких результатов. С задачей супруги Андрей, Ирина и их сын Вадим справились на отлично. По итогам соревнований их команда заняла первое место. Это сплочение и, в первую очередь, пример детям, что они видят, что родители тоже любят спорт и сами с удовольствием занимаются в секциях. Этапы эстафеты были составлены так, чтобы их без труда могли выполнить юные спортсмены, которые на соревнованиях выступали в роли капитанов команд. Собрать на время пирамиду из кубиков, помочь партнеру надеть шуточный костюм хоккеиста, поймать сеткой мячи и забросить их точно в цель. Хорошая физическая форма и взаимопонимание в команде – это залог успеха, по мнению участников. Научить людей видеть в спорте не какую-то обязаловку, а образ жизни, чтобы это все было так же обыденно, как позавтракать, пообедать, сходить на тренировку и быть достойным человеком. Участникам, призерам и победителям городских соревнований вручили дипломы и сладкие призы. В футбол можно начинать играть в любом возрасте. Исходя из этого тезиса, уже второй год в Сарове проходит детский мини-футбольный турнир среди команд детских садов города Сарова. Прорыв 2019. На игры турнира съездила Ирина Ушегородцева. Матвей Мышов – вратарь команды 19-го детского сада. Футболом мальчик начал заниматься всего год назад. Несколько раз на турнире Матвей смог поймать мяч, летевший с творворот. Однако спасти свою команду от досадного гола юному спортсмену удавалось не всегда. Хоть я пропустил два мяча, но мы забили, опять отыгрались. Поддержать будущего чемпиона на чемпионат по мини-футболу среди команд детских садов пришли родители Матвея. Наталья и Александр Мышовы стараются всегда присутствовать на играх своего сына. Мы с радостью приходим, откладываем свои дела, потому что понимаем, что это очень важно и нужно. Родные и близкие люди, которые могут поддержать, которые рядышком находятся и болеют, это очень важно. И я вижу здесь не только мы, здесь много пап и бабушек, и мамы приходят. Я считаю, что вообще футбол – одна из замечательных командных игр, когда можно действительно сплотиться и сдружиться и детям, и родителям. Чемпионат среди детских садов проходит по круговой системе. В этом году в турнире принимают участие 18 команд. Их разделили на шесть групп. Спортсмены проводят на игровом поле два тайма по пять минут. Первая команда, занявшая первое место, образует золотой финал, золотой кубок. Вторая команда, занявшая места в группе, образует серебряный. Ну и, соответственно, третий – бронзовый. Там на две группы делятся эти шесть команд и играют тоже в круг. Победитель муниципального этапа чемпионата по мини-футболу проекта «Школа Росатома» определится 22 марта. Лучшая команда получит золотой кубок, ценные подарки и отправится защищать честь города на следующем этапе соревнований. Такой была эта спортивная неделя в Сарове, состоящая из побед и поражений, успехов и неудач. Хотите быть в курсе всех наших новостей? Первым узнавать самую актуальную информацию, быть героем наших сюжетов и программ? Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и присоединяйтесь к нам на наших социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук и Одноклассники. Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»